Тысячи тонн металла едва не обрушились. Оп! Драматичные эпизоды строительства нового моста в Барнауле. Новому мосту в Барнауле 20 лет. Чтобы он появился, одному губернатору пришлось на время исполнить роль стола Президента Российской Федерации, а другому проводить спецоперацию, чтобы не дать местным депутатам поставить крест на проекте. Свидетели тех событий по просьбе altapress.ru вспомнили, что за катастрофа едва не случилась на стройплощадке и почему Барнаульский мост считался новаторским для России. В 1970-х годах городу потребовался новый мост на правый берег Аби. Двухполосная эстакада на единственном коммунальном мосту уже не справлялась с ежегодно растущим трафиком. В 1981 году ГИПРОТРАНСМОСТ подсчитал суточную интенсивность движения транспорта и пришел к выводу, она в два раза превысила расчетную. Впрочем, это было понятно и без исследований. По обе стороны коммунального моста скапливались пробки, иногда многочасовые. Первые для Барнаула. Становилось больше транзитного транспорта. Двигающиеся из Кузбассы или Новосибирска в Среднюю Азию или в обратном направлении вынуждены были проезжать через центр города. Еще сильнее беспокоил рост грузового трафика. Эстакада стоит на опорах, построенных в 1913-14 годах и не рассчитанных на большие нагрузки. Власти города и края годами проталкивали идею о строительстве нового моста в на уровне руководства СССР и своего добились. Помимо собственного моста, краевым ДСУ-7 и ДСУ-4 предстояло соорудить подъезды к нему. На левом берегу дорожникам надо было срезать часть высокого берега, в то время яр, на котором находился Нагорный парк, простирался до речного вокзала. Властям пришлось расселять десятки людей, чьи дома находились у подножья лестницы на ВДНХ. Среди попавших под сносы был дом, в котором Достоевский останавливался у путешественника Петра Семенова-Теншанского. На правом берегу работа было даже больше. В паводок вода здесь разливалась на 7 километров в сторону Новоалтайска. Приходилось с помощью земснарядов создавать многокилометровое земляное полотно высотой до 7 метров. С развалом Советского Союза финансирование стройки прекратилось. По воспоминаниям строителей, до заморозки объекта рабочие успели лишь установить опоры. Ключевым моментом в истории строительства нового моста можно считать визит в Барнаул президента Ельцина. Бориса Николаевича привезли на берег Аби и рассказали о трех важнейших на тот момент проблемах края. Региону требовалось финансирование Семипалатинской программы, а также строительство моста и магистрального газопровода Новосибирск-Барнаул. Владимир Акильдин, бывший в те годы руководителем моста отряда номер 96, вспоминает, что, пожимая руки строителям, Ельцин сказал, «Вы строите, а мы деньги постараемся найти». На это рабочие резко ответили, «Вы уж найдите деньги, а мы построим». Ходит байка, что Ельцин подписал проекты постановлений о выделении краю денег прямо на берегу. По одной из версий, он сделал это на плече у своего охранника, по другой – на спине у первого губернатора региона Владимира Райфикешта, по третий – на первого зама Райфикешта Льва Коршунова. «Ручка, бумага есть, стола нет». Тогда президент прямо на моей спине и подписал судьбоносный документ о выделении из федерального бюджета порядка одного триллиона рублей теми деньгами. Такими словами, Райфикешт подтвердил вторую версию. Но подписанные бумаги – это еще не победа. Когда вся страна месяцами не видела денег, выбивать их на стройку в Барнауле, да еще в течение нескольких лет, было задачей нетривиальной. Такого в России еще не видели. Удивительно, но почти километровый мост – это единственная конструкция. Ее собрали на левом берегу, а потом постепенно надвигали на опоры двенадцатью домкратами усилием 500 тонн каждый. Такой мост – 943 метра и 13 тысяч тонн – методом надвижки в стране возводили впервые. Как говорит Андрей Лавренов, начальник отдела мостов Алтай-Автодора, новый мост в Барнауле вошел в историю еще и потому, что он первый в России имел трехкоробочное основание. Коробки – это металлоконструкции прямоугольного сечения. Представьте, часть коробки спичек с серной полоской, несущей часть моста. Их высота – 3,5 метра, ширина – 2,5 метра, длина – 10,5 метров. Коробки сверху последовательно соединяли железными плитами. Чтобы работа шла быстрее, мостовики через какое-то время стали заказывать коробки длиной 21 метр. На фото видно, каждая колонна на опорах держит по коробке. По словам Лавренова, сейчас трехкоробочная конструкция уже распространена, но тогда больше двух коробок никто не делал. Лишняя коробка позволила сделать мост шире – 32,5 метра – и пустить по нему шесть полост для движения вместо четырех. Это была бы катастрофа. Эти слова принадлежат Евгению Макарову, гендиректору госпредприятия «Обский мост». Так он описывал то, что произошло, когда мостовики двигали конструкцию со второй на третью опору. «Пролетные строения повели себя не так, как задумывали проектировщики», вспоминает этот эпизод Андрей Лавренов, работавший в те годы на строительстве моста прорабом. «Они не учли ветровые нагрузки, и конструкцию стала раскачивать вверх-вниз с амплитудой до двух метров. Чтобы погасить колебания, мы оперативно привязали каждую коробку к третьей опоре большими тросами». Как сообщала газета «Свободный курс» в 1997 году, описывая этот случай, «из-за резонанса две тысячи тонн металла едва не обрушились в опь». Владимир Акильдин говорит, что из-за этого инцидента стройку приостановили на полгода. Пришлось вызвать ученых аэродинамического факультета одного из московских институтов. Они делали расчеты, строили модель моста, продували ее в аэродинамической струбе и в итоге нашли решение. Специалисты приварили на коробке листы металла, которые погасили завихрение воздуха. «Это был самый сложный момент строительства. Все остальное прошло в рабочем режиме», – рассказывает Лавренов. Торжественное открытие моста состоялось 25 июля 1997 года. Сразу после празднования по его сооружению было открыто регулярное движение. По десятке сноса Движение по новому мосту сразу сделали платным. В 2007 году это был единственный платный переход через реку от Урала до Дальнего Востока. Власти аргументировали это тем, что деньги нужны на содержание объекта и подъездов. Автомобилисты считали поборы неправомерными. Они говорили, что мост и так строили на их налоги. Деятельность предприятия «Обский мост», которое содержало объект, даже проверяла генпрокуратура. «В крае с визитом был заместитель генерального прокурора. Когда он с коллегами поехал по мосту, их, естественно, попросили заплатить за проезд 10 рублей. После этого и начались проверки. А когда мы предоставили все документы, вопросы к нашей деятельности отпали», – рассказывал 10 лет назад директор «Обского моста» Василий Кулинич. В 2010 году местные общественники вышли на пикет с требованием отменить плату за проезд. А также многократно обращались с этой просьбой к губернатору Александру Карлину. Своего автомобилиста добились. С 1 января 2011 года проезд по мосту стал бесплатным. Действовать приходилось нахраписто. Глава администрации Алтайского края в 1994 по 1996 годах Лев Коршунов пишет. «Борьба за мост была сражением за нормальное функционирование города. Поэтому исполнительной власти приходилось действовать нахраписто. Мы обязаны были бы обеспечить транспортный выезд из города. Старый мост специалисты в то время признали непригодным к эксплуатации. Его ремонтировали, попеременно перекрывая по одной полосе». Президент в 1992 году подписал постановление о финансировании трех актуальных для Алтайского края проектов. Семипалатинской программы, строительство второго моста в Барнауле и газификации региона. Но поручений Ельцина раздавал тогда немало, и далеко не все из них выполнялись. Поэтому необходимо было постоянно летать в Москву и лично выбивать обещанное постановлениями финансирование, при этом конкурируя с представителями других регионов. Помню, мне приходилось шесть-семь раз за неделю летать в столицу на переговоры. Значительная часть из этих была посвящена именно мосту через ОПП. Вспомните то время. Зарплату не выдавали. У государства была сумасшедшая задолженность по пенсиям. И все вопросы по финансированию решались только на личных контактах. Нужно было быть вхожим, изворотливым, уметь преподнести себя, в доли секунды просчитать оппонента, определять его слабые места, бить по ним и пытаться что-то сюда привезти. Но взяток не было. Другое было время. Примерно на середине строительства, в 1995 году, возникла тема софинансирования. Федеральная власть поставила ультиматум. Или мы часть средств добавляем из краевого бюджета, или Москва вовсе прекращает выделять деньги. Тогда политическая ситуация в регионе была сложная. На первых порах мы с краевыми законодателями понимания по этому вопросу не нашли. Депутатский корпус считал, что есть более приоритетные вещи, на которые надо направить средства казны. Мы долго бились, пока не дождались момента, когда большая часть руководства, ЗАГС-собрания, уехали из города и пригласили депутатов на стройплощадку, показали им надвижку моста на опоры. В здании речного вокзала мы с ними договорились, и с утра на свежую голову они дружно проголосовали за софинансирование. Если бы мы эту спецоперацию не провели тогда, то, думаю, мост, может быть, до сих пор бы строился. Я сам строитель, и есть не так уж много объектов, которыми я горжусь. Новый мост – один из них. Лев Коршунов, глава администрации Алтайского края, в 1994 по 1996 годах. Постскриптум. 20 тысяч автомобилей в сутки – пропускная способность моста. В 12 миллиардов рублей обошлось бы строительство моста и правобережного тракта в пересчете на сегодняшние деньги, по оценке начальника Алтай-Автодора Василия Мотуза. Скважины для опор моста диаметром полтора метра бурили в глубину на 40 метров от речного дна. 10-20 миллионов рублей уходит ежегодно на содержание моста и правобережного тракта. В ближайшие 2-3 года мост будут перекрашивать. На это потратят 200 миллионов рублей. В планах властей установить освещение на правобережном тракте от моста до развязки у Новоалтайска. На это потребуется 100 миллионов рублей. Мост считается стратегическим важным объектом. Его круглосуточно охраняют вооруженные люди. Со строительством нового моста через Обь удалось остановить рост заболевания раком легких, поскольку город несколько разгрузили от большого потока грузовых машин. Заявил порталу ДОГ-22 главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Александр Лазарев. Сегодня 17 марта 2023 года, пятница. Я пришел на мост, с обратной стороны зашел. Тут все сколько ступенек, все хочу показать. И вот как красиво все убрано. Раз, два, три, четыре, пять. Пять террас. А это вот матушка. Настоящая матушка кормилица. Вот она где. Ну а там какие-то... О, далеко-далеко, видать, это телевышка главная. Вот, а здесь кладбище было, рамка строена. Тоже как-то... Вот, смотри, какие-то большие бухи. Тут много, метра четыре, наверное. Вот оно, как машина идет. Три рыба в одном направлении, три в другом. Вот. А тут... А тут... Ну, может быть, так и есть. Вот, это дальше Барнаул. А вот и бриги такие. Вот, с разными украшениями, как бы сказать. И большие дома, там, 23-24 этажа. Это Барнаул. Красивейший город в России. И главное, сделали на каждом столбе вот такие надписи. Как войну было. Освободили первую Москву. В 42-м году там погнали немцев от Москвы. И так по порядку, и на том месте заканчивается уже все. В Берлин. А на той стороне в обратном порядке. Вот, ну что, есть же фантазии у людей. Настолько умно. Историю всю прям перед глазами видишь. У меня отец вернулся по Смоленскому. Потерял руку левый. Тихон Дмитриевич Лапкин. Тайский край. Мамины три брата. Щунаревы. Макарик и Ларета Мануил. Нашли, как будто бы они артиллеристами были. Все погибли. Отец из левой руки вернулся. И у наших родителей, бабушек, бабушки Лусинья Ивановна и Егор Илларионович. Только моя мама и осталась. Мы в мчатах. У нас 10 детей живых только было. А вот в конце, там видно по кросту саду. Вот так. Сейчас я посчитаю, сколько шагов 10. Я обратно посчитаю. Два раза. А потом метром замерю, сколько шагов было. О-о-о-о. Пошел я. Все. Я звоню, господи. 2023 год. На Москве. В машине идут трехрядные отбежения. И обгоняют себя. Машины трехрядные отбежения. Это город Барнауль. Я пришел сюда, чтобы посмотреть, как. Тут у нас где-то написано было Барнауль. Ахалдей, а у меня 15 большие был тут. А вот так террасы сделаны. Одна терраса, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восемь. Город один из самых красивых. Я думаю, так. Я много ездил где. Тут все природное. И дальше вот куда вынесли Барнауль. Храм много построили. Там стола такая. И вот здесь за тападами, за этими, вот за тополь стоит. Там, видать, вышка. Самая главная вышка в телевидении. И вот обрулы такие. На обе. Это вот. Вот я потом дома подогну и шагами мерю. А потом шаги дома измерю. Сколько он. Такие дома. Тут 20. С лишним этажей дома. Я помню, когда по штампу тут на пятиэтажке два дома. Вот этажа построили. Я тут учился в строительную технику. Мы бегали смотреть. Как 7 этажей. Вот это да. А сейчас 27. Не сильно так. И двигается. Так, потом я еще тут поснимаю. Вот объезжают, как люди съезжают. С этой стороны. С обратной стороны. Тогда движение с той стороны идет. Вот оно идет. Мария Ра. Миллиардер человек. Кормит людей. Вот оно как. Прекрасный Барнавой. Чудесный Барнавой. Тут мимо проходило. Память и крест. Морый город по Барнавой Николаевичу. У меня хорошее отношение было с ним. Я молюсь за ним. У меня был такой трагический кагит. Вот я второй ресторан в местах. Пошел. То есть и тут рабочие работают. Я громко-то его подпарил этот. Остал. И выкатываю. А там у машины милиции стоят. Слава Богу. Рапорядка не бегает. А тут вот это вот площадка. Это Барнавой. Сегодня у нас 17 марта 2020 года. Я хочу показать, какой мост красивый в Барнавой. Чудо. И на каждом садре написано, как в какое время, в какой город освобождался. Вот так. Дома машины стоят. Похоже. Какие-то чувства. О-о-о-о. Дома красивые. В Барнавой я считаю, много ездил. Один из самых красивых городов. Причем не такой старый город. Вот он как. Я перешел на другую сторону уже. Там он далеко. Там выходит все. Сейчас должно быть видно будет. Столк. 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 Кирилочка. А там написано Барнаул. О-о-о. Кирилл. Вот как Москва освобожденная. Как первая Москва, значит, была освобожденная. И она вот здесь. Видите-ка. Это один. 1922 год немцы попросили, вывели. А потом мы стали играться. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. Продолжение следует...